Всем привет! Сегодня знакомимся с лечебной рыбой, мышами-щитоводами и пятипалами-мутантами. Подробности далее. Исследование микрофлоры кишечника обычной скумбрии позволило ирландским ученым сделать многообещающее открытие. Специалистам факультета микробиологии университетского колледжа города Корку удалось обнаружить в тканях, это и, пожалуй, самые распространенные в прибрежных водах Ирландии рыбы, несколько типов белков формицинов, обладающих ярко выраженными противомикробными свойствами. По словам одного из авторов исследований Фергюса Коллинза, серия лабораторных тестов показала, что формицин существенно подавляет рост болезнетворных бактерий, может применяться для лечения ангины, различных воспалений, малярии, токсоплазмоза, а также ряд других инфекций. Умение оценивать количество объектов является одним из самых интересных и ярких проявлений умственных способностей не только у человека, но и у животных. По данным исследований, самыми способными щитоводами являются полевые мыши. В экспериментах, приведенных учеными Института систематики и экологии животных СОРАН, зверки продемонстрировали очень высокие результаты. Оказалось, что полевые мыши могут отличать изображение с восьмью фигурками от изображения с девятью, что является плохо различимым множеством. Ученые отмечают, что такому достижению могут позавидовать некоторые племена Южной Америки, в чем языке нет чисел больше четырех. Ученые из Монреальского университета пришли к выводу, что пять пальцев на конечностях большинства млекопитающих мутация последовательности ДНК, доставшихся еще от древних рыб. По данным исследователей, за формирование плавниковых лучей у рыб и пальцев у млекопитающих ответственно одна и та же пара генов. Канадские ученые провели серию экспериментов, наблюдая за развитием зародышей мышей и мальков аквариумных рыб Данию Рерио. У эмбрионов мышей гены активировались в разных частях зачатков конечностей, в то время как в развивающемся плавнике мальков рыб они активировались в цепленном виде. Отсюда заключение переход к пяти пальцам произошел путем мутации последовательности ДНК. Это были самые невероятные новости науки на сегодня. Пока-пока.